Приветствую вас! И начать, пожалуй, нужно с того, что сказать об общении в принципе. Как мы строим общение с клиентом? У нас нет каких-то четких, вот, фор. Клиент сам выбирает, как ему удобнее общаться. Допустим, боитесь вы, скажем, общение по скайпу. Кстати, на сайте по скайпу общаться нельзя, то есть тут можно только через сам сайт. Ну, как и сказала моя коллега, можно выключить камеру. Если боитесь разговаривать, то есть не чувствуете себя комфортно в этот момент, значит, можно переписываться. Для психолога самое главное – это зона комфорта. Зона комфорта клиента. Если вам удобно общаться письмами, если письменно вам удобнее выражать свою мысль, если вы чувствуете себя так спокойнее, увереннее, вам легче формировать мысли и так далее, а на письме это действительно так, то есть письменно действительно легче набирать фразы, и как бы это является выжимкой из того, что вы хотите сказать, то, пожалуйста, общайтесь так, как вам удобно. Не обязательно общаться голосом, кстати говоря. Я, например, предлагаю одной из моих услуг, является вот запись такого вот видеоответа. Видеоответ, он работает таким образом, что вы, допустим, в чат пишете вам свою проблему, а я записываю вам видеоответы и присылаю его вам в личку. Видеоответ доступен только вам, и никто больше его не посмотрит. Соответственно, вам не нужно вообще никаких усилий прилагать для обработки информации. И после двух-трех раз такого вот видеоответа, уверен, вы и к звуку моего голоса привыкнете, и к тому, как я говорю, и что я говорю, и уже такого сильного страха вас вызвать не будет. Перспектива пообщаться, например, по аудиосвязи. Дальше. Как бы, страх общения, мы сейчас не будем, наверное, давать подробности, что это такое и откуда, и как бороться, но, тем не менее, любая борьба со страхом начинается с того, что человека приводит в состояние первичного комфорта. И для вас я вижу лично такую вот схему. Вы у себя на компьютере набираете текст, не на сайте, не в чате, а на компьютере у себя. В текстовом документе набираете текст вопрос. Вот примерно такого, как бы вы сейчас набрали. Далее копируете этот текст, написанный вами в течение сколько угодно долгого времени. Копируете его, допустим, в чат экспертству, который вам понравился. И он вам отвечает. И далее опять. Так еще вы делаете. Это на случай, если вам переписываться тоже дискомфортно. То есть всегда можно с чего-то начать. Начать с того, что ввести в ваш этот зону комфортно. А дальше потихонечку расширять ее. Примерно так, как описала карта коллега. Но только она сказала, что психолог тоже волнуется. И это отчасти действительно так. Но видите ли, мы все люди. Действительно все люди. И волнение это нормально. С каждым новым человеком волнение при общении всегда есть. И я думаю, что вам нужно принять этот факт. Факт того, что вы волнуетесь. Факт того, что вы переживаете. И с этого начнется ваша работа над собой. С принятия себя такой, какая вы есть. Перестать бороться с собой. Перестать подавлять, пытаться подавить в себе какие-то качества, которые у вас есть. И наоборот. Раскрыть их. Это первая ваша цель. А вот вторая цель, которой я хотел бы с вами поговорить, если у вас есть желание возникнуть. Это почему тревогу у вас вызывает перспектива диалога. Ведь тревога это бег от чего-то. От чего вы обещаетесь? От общения. А что такое общение? Общение это сопоставление себя с другими. Почему вы боитесь сопоставлять себя с другими? Боитесь, что вас не примут? Скорее всего. Но вас не примут до тех пор, пока вы сами себя не приняли. Так что вы не переживайте. Любой удобный метод общения подойдет психологу. Главное, чтобы вам было удобно. То есть думайте здесь исключительно о своем комфорте. И пусть это станет для вас еще одним новым шагом. Свой комфорт на первом месте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok